Что нужно хорошему ученому? Лаборатория, оборудование, библиотека, скорее интернет, хотя книги намного круче все-таки. И, конечно, способность выходить за рамки, воображение, в каком возрасте его лучше всего развивать. Правильно, в раннем. Способов много. Сегодня на один из них и посмотрим. Конструктор. Как он там поживает в эпоху смартфонов? Здравствуйте, Дмитрий Андреевич. Алексей. Рад познакомиться. Вы все подготовили? Да, все есть. Все здесь. Все могу указать. Вот это мощная какая штука. Это что? Это двенадцатигранник. В мире существует два двенадцатигранника. Это двенадцатигранник из одинаковых ромбов. То есть фигуры в пространстве, у которых одинаковые грани, их вообще не так много. А конструктор как в этих планах появился? Вот, теперь конструктор. Как он появился? Он появился из геометрии. Появился следующим образом. Вот я тут даже собрал такую простую вещь. И здесь видно, что детали, которые между собой не соединяются, находятся через одну. Вот все желтые. Они представляют собой такую кубическую решетку у них. То есть все они стоят ровненько. И детали мои, по сути дела, являются частью этой решетки. Так как решетка одинаковая, то я могу соединять их с чем угодно. То есть либо с одной решеткой, либо с другой. Тут же, в принципе, есть три соединения. Соединение плоскость-плоскость. Соединение, когда я торцом в плоскость. Вот такое вот. И соединение, когда два торца вот так вот соединяются. Вот так вот держится. Вот. И все эти три соединения взрослые находят не сразу, дети находят гораздо быстрее. Дети умнее взрослых. Они не связаны как бы стереотипами лего, когда только сверху вниз соединяются. Вот, кстати, про стереотипы лего. Несколько лет назад они признали свое поражение перед современными игрушками. То есть это было официальное заявление, что, ну, не можем конкурировать, но работать продолжили. И вы создаете. Как это между собой вот соотносится? Ну, да, конечно, идут вперед технологии. Дети все больше уходят в компьютеры и планшеты. У нас, ну, есть тоже приложение на планшете и на компьютере. Вот в 17-й год до сентября месяца прирост в 70% сохранялся. С сентября месяца 17-го года я почувствовала по непонятным вначале для меня причинам некий спад. И когда я стала выяснять, выяснила, что лего впервые в 17-м году недополучил прибыль. Многие известные мировые бренды недополучили прибыль и на них устраивались акции распродажи в магазинах. То есть эта тенденция коснулась не только нас, а вообще рынок конструкторов. Ну, невозможно прогресс остановить. Нужно либо придумать, как гаджет использовать с тем, чтобы популяризировать конструктор, либо перейти в ту возрастную аудиторию, где гаджет еще не используется. Сейчас мы придумали уже линейку 3+. У нас есть рынок конструкторы для магазинов, оптовики, магазины, ритейл, классический ритейл. И конструкторы для системы образования. Это отдельный рынок, совершенно отдельный рынок. И там совершенно другие наборы. Они не требуют бумажной упаковки. Это должны быть наборы в пластиковых коробочках, программы, методические обеспечения полные. И это совсем другой ассортимент. Так вот, из-за кризиса, который случился, мы диверсифицировали свои продажи. И вот как раз умный конструктор в системе образования, он гораздо более востребован, чем в ритейле. И, скажем так, если у нас раньше было 70% это был ритейл, а 30% все остальное, это экспорт и система образования, то сегодня у меня образование уже 45% или почти 50% ритейл и все остальное. А вот слышали что-нибудь про то, как, я не знаю, может быть, ученые, какие-нибудь создатели роботов сначала тестируют на таких конструкторах? Что-то никому не предоставляли? Ну, вот мы такого сотрудничества, к сожалению, не нашли. Да, но у нас есть вот сотрудничество было с научными развлечениями, такая компания. Они всякие делают для школ разработки типа изучения сил, нагрузок, у них и датчики есть и так далее. У нас с ними есть разработка, как раз туда входит железнодорожный мост, там не такой, но некий другой, где изучается нагрузка, то есть у них есть некий паровозик такой, который ходит по мосту и вставляются датчики напряжения вот в колонны, которые держат или поддерживают прямо сюда. И измеряется нагрузка, как она в зависимости от того, как идет по мосту паровоз и какая нагрузка у них есть. Это такой набор существует, он продается для школ. Когда ребенок учится читать, это некая последовательность действий, буква за буквой, это развивается линейное мышление. Любая сборка конструктора по определенному образцу, по схеме, это некая последовательность действий, которая тоже развивает линейное мышление. Конструируя из нашего конструктора, маленький ребенок быстро читает, гораздо быстрее, чем сверстники. Второй момент. Ребенок, который учится конструировать, а чем конструктор наш отличается помимо прочности и всего остального от того, что имеется? Тем, что он собирается изначально в 3D. То есть детали соединяются таким образом, что получается не плоская фигура, а объемная в разных плоскостях. И у ребенка с раннего возраста формируется пространственное мышление. Он видит гораздо раньше, чем другие дети, скрытые части предметов. То есть у ребенка структурно-образное мышление развивается быстро. У него не будет проблем с геометрией, тригонометрией, математикой, окружающим мире, рисованием. Он будет легко переносить материал с доски, у него угол зрения будет. Он не будет зеркалить, потому что эти проблемы решаются как раз используя вот эту трехмерность. Институт Хопкинска в Америке когда-то, а раньше в других интервью, проводил исследование. Дети, занимающиеся конструированием, прослеживалась их судьба на протяжении определенного периода времени. Среди известных участников той группы, над которыми проводились исследования, это был Марк Цукерберг, Леди Гага, которые занимали, и пара-трой каннобелевских лауреатов. Это говорит о том, что дети, которые конструировали в детстве, независимо от сферы деятельности, будут успешными в жизни. Так, а что сейчас вот собрали? Десять одинаковых деталей, вот такая конструкция, где деталька держит сразу несколько деталек, переплетаются. Так, это у нас тест на прочность, да? Да, на прочность. Ну, давайте. И сколько раз она так выдержит? Давайте попробуем. Скорее, пластмасса ломается, то есть деталь может сломаться, но не рассыпется соединение. Можно мебель домашнюю и офисную собирать? Ну, в общем, да. Я могу на табуретку из конструктора сесть? Да. Я вешу много. Ну, и садился более... Хрустит, но не ломается. Хрустит, хрустит. Ну, все-таки это же пластмассовые детальки. В чем, значит, достоинство? То, что можно быстро собрать большую конструкцию, крепкую, и в нее играть. Да, у нас есть набор, там, бластерология называется. Там собирается оружие, и народ с ним бегает, да, бегает. Это реально можно играть, да. Или вот, да, меч джедая. Он крепкий. У нас даже есть видео, где мы сняли, когда бьются на этих мечах, и потом уже со всей силой бьют и разбивают. Ну, как-то он, да, там хрустит что-то внутри немножко. Ну, да, но это все-таки пластмассовые детальки. Они не склеены, они соединены. Ну, что ж, есть куда развиваться, есть с кем искать сотрудничество. И это прекрасно. Спасибо вам огромное за то, что нашли время. Прощаемся. Спасибо вам, да. До свидания. Счастливо.